Сегодня были там предложения, выборы отменить президент. А зачем? Но конкурентов в настоящий момент нет и будет не может в российской федерации. Даже если мы все будем ходить, тут носу ковыряться. Президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально. Так что не снилось мне всей этой швали, которую Бакрон, Байден, Шольц и так далее. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, что вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть. Ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Не скажи дедушке. Я чувствую свою связь с русской землей и с русским народом. И жить вне России не смог бы никогда. Но Россия, конечно, обойдется без таких, как я. В России много людей. Он уже произносит это, но впитало ли, как безусловное правило, не похоже. Никакой целостной идеологии, объединяющей российское общество, нет. Утратили за годы путинизма какой-либо смысл и общественные институты, девальвировавшие до уровня отстойников накопителей креатур террариума единомышленников. Все процессы протекают в инерционном режиме. Кремлевские старцы, четверть века протирающие штаны в высоких кабинетах, испускают один только единственный месседж. Если нас убьют, то будет хаос, разруха, беспредел, иными словами, катастрофа. То же самое, еще хуже. Ничего хуже может быть не может. Ну как бы, что может быть хуже? Полнейший бред. Будто сейчас эра процветания и благополучия. Но посмотрите на Америку, на это образцовое государство. Что у них и что у нас. Разница-то очевидна. Но ничего другого в меню для россиян при живом Путине нет. Все, пусть лишь бы войны не было. Да, да, да. Учитывая, что страну занесло в непролазный тупик, проведение выборов в 2024 году стало очень опасным для действующего узурпатора. Самодолженность, так называется, Путин. Путин не должен. На Путине может быть только Путин. Даже если в избирательном бюллетене оставить только одну фамилию, то все равно крайне вероятно множество неожиданностей, способных перевернуть утлую посудину режима. Отечество в опасности. К ужасу многих обнищавших за последние годы политтехнологов, команда Кириенко готовит отмену выборов главы государства. Выбор – это иллюзия. К еще большему ужасу глубинного народа прорабатывается вопрос объявления всеобщей мобилизации. Положим, ну, самый страшный вариант. Осеннее, весеннее, там, летняя кампания для нас идет не по нашему сценарию. Что происходит дальше? Дальше это все… Существует несколько направлений дальнейшего развития событий, объединенных цементирующим материалом спецабосрации. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, есть Путинка. Друзья, не забывайте про лайки и комментарии. Канал существует благодаря вам. Стать спонсором ОМТВ можно на Патреон. Ссылка в описании под видео. Не так давно Путин провел ряд встреч с главарями российских оккупационных органов на украинской территории. Вчера еще хотели увидеться, но поздновато закончили с Александром Егоровичем. Поговорим сегодня. Пожалуйста. Я хочу, прежде всего, доложить, что ситуация на территории республики на сегодняшний день относительно стабильная. Я бы сказал, контролируемая, но напряженная. Противник гораздо реже стал обстреливать территорию Луганской Народной Республики. Но почему-то менее редко используются хаймерсы. В целом ему, судя по озвученным тезисам встреч, абсолютно плевать на трагедию местного населения, порожденную его самодурством. К сожалению, мы имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени. Для военного преступника, которого ждет Гаага, нет резона хоть маломальски быть озабоченным чем-то, кроме собственной шкуры. Потому Путина заинтересовал опыт проведения референдумов на временно оккупированных территориях. Сыбл момента попал. Он доволен докладами Кириенко и тем, что данное правовое недоразумение удалось подать россиянам как легитимное народное волеизъявление. Что это такое? Это обман избирателей, обман граждан. Россия в этом имеет большой опыт. Соответственно, прикрываясь обстоятельствами военного времени, на базе опыта новых территорий возникла идея заменить выборы на плебисцит без требований к показателю явки. Я технически не знаю, но идея сама по себе была бы интересная. Таким образом, Путин хочет продолжить свой мандат без какой-либо политической борьбы. Это куда лучше и дешевле, без альтернативных выборов. Пам-пам-пам, все, до свидания. К тому же обнаружилось, что сейчас просто невозможно организовать 75-процентные результаты и 70-процентную явку. Злую шутку играет миф о путинской поддержке свыше 70%. Чистая правда. Электорату скучно, потому участки будут пустовать, ведь все посчитают, что Путина и так перевыберут. Просто кивни телевизору и не ходи на участки. У нас сейчас война на выживание России как страны. Если она будет проиграна, в военном плане она ведется на Украине, но не только. Если она будет проиграна, страны не будет. Военную катастрофу будут перекрывать, традиционно забрасывая врага трупами, как завещал маршал Жука. При подобных обстоятельствах сама идея выборов утратит свою актуальность. Я уже вижу начало реакции. Хотим мы того или нет? Если под ружье поставят несколько миллионов российских мужчин, то до их демобилизации голосование просто невозможно будет провести. Просто невозможно. Потому путинский срок продлят на неопределенный период. Вот в чем смысл нашей операции. У нас с людьми разговариваешь, 49 из 50, спрашиваешь, допустим, ходишь на выборы, отвечают, нет, не хожу. Там без меня все решили. Я говорю, тогда ответьте мне на вопрос, в какой момент времени вам пришла в голову идея, что вы ничего не решая в своей стране можете решать что-то в чужом государстве. Какого президента им выбирать, на каком языке им разговаривать. Завтра нам скажут разговаривать на монгольском, и мы будем друг друга давить в очередях за монгольскими разговорниками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!